Да, я включил, слегка. Да, сейчас все нормально. Добрый вечер всем. Мы начинаем наше третье занятие в рамках курса, посвященного историографии в Танахе. И сегодня я понял, что двигаться надо более медленными темпами. Я думал, что в прошлый раз, что удастся сразу две темы захватить. Но, в общем, будем двигаться постепенно и заниматься одной темой в течение занятий. Так вот, сегодня наша тема касается центрального события всей еврейской истории. Это исход из Египта. Событие, положившее в известном смысле начало еврейской истории. Как народа. Событие, которое легло в основу всей последующей исторической рефлексии еврейского народа. И вот сегодня мы зададим довольно такой дерзновенный вопрос по поводу этого события. Что же оно собой представляет? Действительно ли это историческое событие? Или, как я это сформулировал, историзация мифа? Что такое историзация мифа? Мы об этом поговорим чуть ниже. Но прежде всего обратимся к самому тексту Торы и обратим внимание на то, что, собственно, мы имеем из самого текста Торы, что каким-то образом позволяет зацепиться за более или менее надежные исторические реалии, когда мы говорим об исходе из Египта. Понятно, что Тора описывает эти события так, что перспектива, есть перспектива чуда, происходит некое чудо. Мы сейчас об этом говорить не будем. Мы посмотрим немножко на другое. Во-первых, у нас есть имена. Имена довольно аутентичные, которые являются именами египетскими. И более того, именами, которые, в общем, можно отождествить с вполне конкретными людьми. Например, такое имя или название, как Рамсес, название города. Мы знаем, что город Рамсес был построен в Египте во времена Рамсеса II. Рамсес II – это было, так сказать, ну, как с кем бы его сравнить? Ну, как Петр I в российской истории. Это был могущественный фараон, который правил очень много лет, значительную часть XIII века до новой эры в Египте. Вот он принадлежал к так называемой XIX династии. И, таким образом, это вполне реальное название. Кстати, само по себе имя Рамсес, которое носил и фараон, и которое получил город им выстроенный, обозначает бог Ра породил. Бог Ра – это бог Солнца в египетской мифологии, один из центральных богов. Что касается второго упомянутого города в начале истории Исхода, в начале книги Шмот, то здесь ситуация более сложная. Мы понимаем, что значит это название. Питом – это дом, судя по всему, так обычно предполагается дом Атона. То есть это, на самом деле, не столько Питом, сколько Питон. Пи – это древнеегипетский дом. Атон – это, опять же, божество, которое тоже, по крайней мере, с XIV столетия до новой эры, было тоже связано с пультом Солнца. Так что Ра и Атон были близки друг к другу и даже иногда отождествлялись. Когда точно и кем точно был построен Питом, мы не знаем. Это один момент, на который я хотел бы обратить внимание. Теперь второй момент. Это упоминание о, как раз уже в конце истории, о Берет Сплештин. Кстати, я напоминаю вам, что я приглашаю к диалогу. Я совершенно не предполагаю такой формат, что я все время говорю, а потом только в конце задаются вопросы. Если вопросы возникают, то их лучше задавать сходу и не стесняться. Так вот, когда написано в Торе, что Бог, выведя Израиль из Египта, не повел их короткой дорогой. То есть из этого мы можем тоже вывести некоторые вполне достоверные, но достаточно устойчивые реалии. Когда это становится актуально, Эрец Сплештин? Во времена фараона Рамсеса III. Рамсес III – это фараон, который уже принадлежит к 20-й династии, к следующей династии. И он знаменит тем, подобно Рамсесу II, который вел войны, так и Рамсес III ведет войны. Но Рамсес II вел войны, его наиболее знаменитые войны, которыми он вел, это войны с хетами, с хетской империей. А Рамсес III остановил нашествие народов моря, так называемых народов моря. Нашествие это, которое началось еще в конце, в самом конце XIII века до новой эры, продолжилось в XII веке до новой эры. Вызвано было различными причинами, но в частности глобальным экономическим кризисом и большим голодом. Отзывки которого, возможно, доходят до нас в рассказе о голоде в Египте в конце книги Берешит. Голод действительно имел место в эти времена, и он вызвал значительные миграции народов. Так вот, филистимляне – это одна из тех этнических групп, которые появились на горизонте как раз в этот период и дошли до границ Египта. Рамсес III принял бой и их остановил. Они, эти народы мира, народы моря, прошу прощения, рассеялись по разным местам. В частности, филистимляне оказались в прибрежной полосе и немножко восточнее, основали так называемое Пятиградия. Так что получается, что, согласно Торе, исход как историческое событие мог происходить только после времен Рамсеса III, когда именно сказать трудно. Но, во всяком случае, не донику. Теперь мы можем, конечно, предположить, что Тора, рассказывая о двух фараонах, о фараоне-поработителе и о фараоне, во времена которого произошел исход, да, сейчас Миша, она как бы перепрыгивает через этапы, потому что между Рамсесом II и Рамсесом III было еще несколько фараонов и даже сменилась династия. Да, Миша. Смотри, про Рамсес и Петлом это убедительно, а про Дерех Плештим, по-моему, не очень, потому что это просто название дороги. Называется Дерех Эрц Плештим. Название дороги впоследствии так вызывали дорогу. То есть дорога-то была и до Плештима? Нет, дорога, может быть, была и до Плештима, как бы в таком случае я как бы эту поправку готов принять, это своего рода анахронизм, название тогда должно было быть позже принято, такое может быть, но я просто сейчас указываю на возможные зацепки, которые хоть как-то могут нам помочь понять, в каком временном промежутке мы находимся, когда говорим об исходе. Теперь дополнительная вещь, на которую я хотел бы обратить внимание, это вообще имена героев. Многие из них носят египетские имена. Муше носит египетское имя, Арон носит египетское имя, Мирьям носит египетское имя, Пинхас носит египетское имя. Это все египетские имена. Они, кстати говоря, довольно легко различимы и очень сильно отличаются от семитских имен вообще и от древнееврейских в частности, потому что они не имеют прозрачной этимологии на древнееврейском. Не можем с точностью понять, что они значат, в то время как на древнеегипетском у них есть значение. Что касается Моше, то его именем Тора немножко играет, как мы понимаем, когда дочь фараона внезапно проявляет познание в древнем иврите и толкует имя Моше, исходя, так сказать, из еврейского понимания. Но вообще-то имя Моше совершенно понятно. В древнеегипетском это Моссес, который обозначает, в общем-то, ребенок. Кстати, это имя однокоренное с именем Рамсес. Только Рамсес передан в Торе так, как это звучит по-египетски, в то время как Моше – это уже передача имени после претерпевания определенных фонетических процессов, которые происходили при пересадке имен с комитской на семитскую почву. И действительно, звук С передавался в определенный период как Ш. Так получился из Моссеса Моше. Так что сами по себе имена, они вполне могут свидетельствовать о египетской почве нашего рассказа. Теперь еще одно свидетельство внешнее, которое, в общем-то, не подтверждает рассказ об исходе из Египта. Но оно все-таки существенно в нашем разговоре был такой фараон, сын Рамсеса II, которого звали, может быть, кто-то слышал о нем, его звали Мирниптах. Мирниптах воцарился, уже будучи довольно пожилым человеком, ему было за 60, поскольку его отец Рамсес II правил очень долго, значительную часть XIII века, умер в глубокой старости. Вот, и Мирниптах, как раз, в отличие от своего отца, проправил около 10 лет. Он тоже занимался тем, что отбивал атаки народов моря, которые шли в тот момент не со стороны моря как раз, а со стороны сегодняшней Ливии и Нубии. А вот как бы с юга они, значит, шли оттуда на Египет, и Мирниптах воевал с ними и оставил после себя довольно интересную надпись, стелу, так называемая стела Мирниптаха, которая как раз датируется концом XII века до Новой эры. В этой стеле, с одной стороны, он рассказывает о своих победах над вот этими народами моря, он их перечисляет, а дальше он рассказывает о том, что он еще предпринял поход в Ханаан, поскольку там тоже начались бунты против Египта. Между прочим, это как раз приблизительно тот период, когда владычество Египта в нашем регионе начинает трещать по швам и через несколько десятилетий просто прекратится. Это владычество началось довольно давно, еще с XIV века до Новой эры, если не с конца XV, я сейчас не помню точно дат, но во всяком случае тот, кто это владычество установил, был такой фараон Тутмес, Тутмес III, или Тутмес IV, я уже сейчас сходу не вспомню. Во всяком случае, Ханаан подпал под власть Египта и находился под этой властью несколько столетий. Знаменитый, может кто-то слышал, Тель-Амарнский архив, переписка на аккадском в основном языке между египетскими фараонами и ханаанскими царьками, она как раз приходится на XIV век до Новой эры. Очень важный такой источник. И вот к началу XII века это владычество в Египте постепенно сходит на нет. Вот последний всплеск, попытка это владычество укрепить, было сделано Мерниптахом. И Мерниптах в этой своей стеле, он там говорит, перечисляет города, которые он завоевал в Канаане. В частности, он там говорит про Гезер. И в какой-то момент, сейчас я найду эту надпись, какие еще города он упоминает, это Шкелон, Гезер, еще несколько городов. И в какой-то момент говорит такую вещь, Исраэль погиб, у него больше нет потомства. Такую вещь, такая вещь там написана. Правда, надо сказать, что по поводу идентификации слова, которое обозначается, переводится как «Исраэль» или на Египте «Исраар», есть некоторые споры. Большинство исследователей полагают, что действительно подразумевается «Исраэль», но есть такие, которые в этом сомневаются. Теперь не очень понятно еще, что значит слово, которое я перевел как «потомство». Буквально семя можно перевести действительно как «потомство», но некоторые считают, что он хочет сказать, что у них действительно нет больше полей. В этом смысле они погибли. Вот, значит, там еще говорится про уничтожение какого-то города, который нам неизвестен, город Йонаам. Вот, и повторяю, эта надпись датируется концом 12 века до новой эры, концом 13 века до новой эры, самым концом. Значит, о ком он тут говорит, это не очень понятно. Значит, что это за «Исраэль», который находится на территории Ханаана, которую он уничтожает. Причем, что интересно, дело в том, что в древнеегипетском языке есть идентификаторы, то есть такие знаки, символы, которые обозначают, о какой категории идет речь. Так вот, в этой надписи там есть идентификаторы городов, есть идентификаторы этнических групп. Так вот, перед словом «Израэль» как раз появляется идентификатор этнической группы, то есть не город. Это действительно группа населения. И историки гадают по сей день, о какой именно группе идет речь. Имеется ли в виду, что Мерниптах был тем фараоном, который попытался приостановить исход и вторгся на территорию Ханаана и прославляет себя за то, что уничтожил Израиль. Хотя, как часто бывает в такого рода надписях, эти самовосхваления часто носят преувеличенный характер. И тогда, может быть, отзвуки этого вторжения дошли до нас в истории о том, как фараон гонится за Израилем, выходящим из Египта. Тогда это ставит перед нами проблему датировки, как я уже сказал, связанной с Эрцплештим. Но если идти по Мишиной линии, то это не такая уж проблема, потому что название может быть более опознанным. И еще один момент, на который я укажу, это последний момент. Единственное, что я еще скажу по поводу Стеллы Мерниптаха, что если все-таки речь идет о какой-то другой группе, мы еще будем об этом говорить в дальнейшем, то получается, что до исхода на территории Ханаана находилась некая группа, которая называлась Исраиль, которая, может быть, объединилась впоследствии с теми, кто пришли извне. Это пока все только чистые спекуляции, гипотезы, ни на что больше я здесь на данный момент не претендую. И последнее, что я хотел бы сказать, это то, что в истории, в древнеегипетской истории, а что мы знаем о древнеегипетской истории? Мы знаем то, что сохранилось в древних надписях и в каких-то аналах, плюс история эллинистического писателя по имени Манифон, который написал древнеегипетскую историю, живя в III веке на Новой Эре в Египте. Так вот, что оттуда, собственно говоря, следует? Мы знаем, что в Египте были разного рода брожения, и в частности говорится, что одно из таких брожений произошло во времена фараона, предшествовавшего Рамсусу III, фараона которого звали Сетнахт. По-русски он обозначается как Сетнахт. Что там происходило, мы на самом деле точно не знаем. Но только ясно, что там шла драка за власть. И этот Сетнахт в своей надписи говорит, что какие-то чужаки пытались, руководимые неким человеком, не очень понятно, что это за человек, но некоторые полагают, что судя по тому, как он называется там в этой надписи, он как бы имеет семитское происхождение. Так вот, в результате столкновения, которое описывается, Сетнахт одерживает победу и прогоняет этих чужаков. Они вынуждены уходить из Египта. Это, повторяю, времена Сетнахта, то есть это уже мы в XII веке до новой эры, уже после Рамсуса III. Теперь, это то, что может быть почерпнуто более или менее из древнеегипетских источников. Никаких рассказов о бесходе евреев из Египта нет. Теперь до гексосов сейчас мы дойдем. Я вижу, что написал Григорий вопрос, правомерно ли отождествлять дом Якова с гексосом. Теперь вот, когда я упомянул Манифона, сочинения самого Манифона до нас не дошли, но дошел его пересказ. Дело в том, что Иосиф Флавий в одной из своих книг, которая называется «О древности еврейского народа» или «Против Опиона», полемизирует там с таким тоже эллинистическим писателем по имени Опион I века, своим современником, который пересказывает Манифона. И в этом пересказе есть два интересующих нас момента. Один из этих моментов – это вот то, что Григорий упомянул и написал в чате, так называемое владычество гексосов. Теперь, кто такие гексосы? Это группа, не очень понятная, судя по всему, неоднородная этнически, которая приходит в Египет действительно с северо-востока, и происходит это в XVII веке до Новой эры, и захватывает власть над значительной частью территории Египта, по примеру, с северным Египтом, и создает новую столицу, в так называемом месте Аварисе, и они правят около ста лет. Их называют гексосами, и Манифон производит это название от древнеегипетского словосочетания, которое в переводе обозначает «чужие властители». Теперь на протяжении последних ста лет делались неоднократные попытки отождествить с гексосами то время, которое описывается в Торе в конце книги «Берешит», где Иосиф фактически становится вторым человеком в государстве. Проблема заключается в том, что понятно желание тех, кто ищет эти параллели, но, надо сказать, что сама Тора ни разу не утверждает, что Иосиф получает всю власть над Египтом и становится фараоном. А гексосы основали династию, они были фараонами. Это так называемая 13-14 династия. И, значит, впоследствии они были свергнуты основателем 18-й династии Яхнесом I и изгнаны из Египта. Теперь Манифон говорит, что они были изгнаны из Египта, ушли под руководством некоего человека по имени Асарсиф, о котором он говорит, что это тот, которого евреи называют Моше. Ой, нет, прошу прощения. Я тут немножко перепрыгнул через некоторый период. Прошу прощения, это еще не Асарсиф. Значит, гексосы уходят, и говорится, что они приходят в Ханаан и обосновываются в месте, называемом Иерусалим. Так рассказывает Манифон. Через несколько столетий после этого, опять же, по Манифону, происходит следующий сюжет. Некая группа населения в Египте начинает потрясать основы государства и происходит, опять же, своего рода борьба за власть, результатом которой, этой борьбы за власть, оказывается то, что эта группа изгоняется из Египта. Теперь говорится там, что группа эта была прокаженной. И руководил ими человек, которого звали Асарсиф, это тот, которого евреи называют мушей. Теперь, когда происходила сама борьба, так рассказывает Манифон по словам Флавия, когда происходила сама борьба, эти люди, эта группа, обратилась за помощью к своим соплеменникам, сидевшим в Иерусалиме, то есть потомкам гексосов, и те попытались прийти к ним на помощь, но в конечном счете эта помощь не привела к желаемому результату, прокаженные были изгнаны и во главе со своим вождем блуждали по пустыне, пока не пришли в Ханат. А так рассказывает Манифон. Понятно, что вся эта история в пересказе Манифона, она как бы сочетает в себе какие-то, видимо, полулегендарные рассказы о том, что происходило действительно где-то в XII веке до новой эры в Египте. А с другой стороны, она является обращиком некоторой антиеврейской пропаганды, поскольку надо полагать, что Манифон уже был знаком с переводом Торы на греческий язык, как раз происходит в III веке, и тогда, собственно говоря, египтяне, египетские греки впервые узнали о рассказе, который рассказывают евреи, о происходе из Египта. Рассказ этот был взят на вооружение в качестве антиеврейской пропаганды. Как мы знаем, антисемитизм, реальный антисемитизм, исторические засвидетельства, начинается как раз в эллинистическом Египте. Там происходят первые погромы, и там же сочиняются первые антиеврейские памфлеты. И надо полагать, что одним из триггеров такого рода сочинений как раз является попытка переиначить еврейский рассказ из Исхода из Египта и превратить его из героического и чудесного рассказа в такой карикатурный, в частности, содержащий в себе утверждение о том, что это была группа прокаженных, которых фараон пытался изгнать, поскольку они были нечисты, и боги гневались на то, что эта группа находится на территории Египта. Значит, я как бы вкратце сейчас рассказал вам о том, какими источниками мы располагаем, говоря об исходе из Египта. Что из этого следует, если как бы кратко подытожить? Что события, описанные в Торе, верифицировать невозможно на сегодняшний день. Невозможно их не подтвердить, не опровергнуть, потому что все, что мы знаем из других источников, источников, скажем так, древних, содержит, может быть, какие-то намеки на что-то подобное, но ничего в ясной форме не рассказывают. А более поздние источники египетские, как я сказал, тот же Манифон и те, кто пересказывает его, Апион, и то, что приводит Иосиф Лавий, очевидно, имеет антиеврейскую направленность. Поэтому, как бы, опираться на все эти источники для того, чтобы подтвердить или опровергнуть рассказное о Торе, мы на самом деле не можем. Я помню, в свое время расскажу в качестве казуса, когда-то в Маханайме преподавал такой, преподает иногда, Рава Рескиковский, и вот он в Пурим устроил такую, как бы сказать, эпатировал публику. Он пришел и сказал, что найден папирус археологом, в котором египетский фараон рассказывает об исходе евреев из Египта. И он начал читать отрывки из этого папируса, расшифрован, прочитан. Я помню, что я сразу почувствовал, конечно, что это, так сказать, пуримская шутка, что и произошло, что и выяснилось, конечно, в конечном счете. Но сама эта шутка, в каждой шутке есть доля истины, она свидетельствует о том, что, в общем-то, у нас ничего нет. попытки каким бы то ни было образом верифицировать или опровергнуть рассказ Тора об исходе языке, приводят на сегодняшний день в общем в тупик. Я приведу одно из последних исследований на эту тему. Мой учитель Исраик Ноль написал книгу, которая называется Эхноладгатанах, на самом деле он касается этих тем и в более ранних своих книгах, и там он пытается на основании всего, что мы имеем, каким-то образом все-таки попытаться реконструировать историю об исходе из Египта, исходя из всех этих документов. Должен сказать сразу, что меня это не убеждает, то, что он пишет на эту тему. Это все, конечно, очень интересно читать, и это в общем такое исключительно увлекательное описание, но при этом при этом как бы степень его убедительности очень-очень относительная. Вот. Поэтому мы сейчас с вами, с вашего разрешения, пойдем другим, извините за каламбург, пойдем другим путем. и здесь я открою файл, который я приготовил, и если на данный момент никаких специальных вопросов нет, то мы к нему и перейдем. А если есть, то задайте сейчас. Господа и дамы, только короткие вопросы и ответы, не перевивая ткань нашего занятия. Но если есть вопрос, пожалуйста. У меня как бы вопрос на будущее, то есть не обязательно сейчас на него отвечать, но просто как бы одновременно попытаться где-то его задеть. Значит, мне, собственно говоря, сама постановка этого вопроса, да, то есть сопоставление с историей, в общем-то смущает, честно говоря, то есть допустим, если это историк ставит такой вопрос, он пытается что-то из эпоса еврейского вывести для себя, для истории, мне это понятно. Но поскольку, как я понимаю, Тара очень целенаправленное системное образование, вот, то что могут быть какие-то прототипы исторические, то что могут быть какие-то заимствования, это всего одно, но то, как они переработаны и скомпонованы и сорганизованы в Таре, это совсем другое. То есть что мы ищем, собственно говоря, вот, в таком вот попытках таких исторического какого-то подтверждения, мне это кажется странным. То, что Тара написана таким языком, да, то есть эта эпос с ней более такой, как бы, правдоподобный, чем какой-нибудь там, какие-нибудь фантазии, там, я не знаю, три богатыря или еще что-то такое. Эмиль, слегка, в чем вопрос? Можно просто вопрос. Есть вопрос, в чем вопрос? Вопрос заключается в том, в чем наша постановка вопроса, что мы ищем, куда мы движемся. Значит, вы спрашиваете о смысле этого курса? Я кратко отвечу. Я спрашиваю о смысле вот этого вопроса с поставлением составляет. Я кратко отвечу. Я кратко отвечу, именно поэтому я и сделал всю эту преамбулу. Значит, это вопрос, который стоит перед нами, что такое история, рассказанная в Торе об исходе из Египта. Это некоторое отражение исторических событий или что-то другое? Теперь я сейчас попытаюсь сказать, что это что-то другое. И в этом смысле я как раз согласен с тем, что говорит Эмиль, что на самом-то деле перед нами не какая-то попытка пересказать реальные исторические события, а совсем иного рода нарратив. Теперь вот здесь, поэтому я приготовил некоторое количество текстов. Я их не стал переводить на русский язык, переводить в русский перевод. Мы, значит, посмотрим их сейчас и попытаемся понять, к чему это нас приводит. Обратите прежде всего внимание на два первых текста, в которых описывается казнь первенцев, в первом из которых речь идет просто о том, что все первенцы египетские будут уничтожены, а во втором тексте сказано «Шимот ютбет». Бог говорит от своего имени «Увыхолилу геймитсвайми асэшфатим аниядунай». То есть, иными словами, текст внезапно приобретает характер совершенно иной, не столько исторического события, сколько такого мифологического дискурса, в рамках которого Бог Израиля побеждает других богов. Значит, возьмем это на заметку и продолжим двигаться по тексту. Значит, мы видим, что в 14 главе книги «Шимот» нам рассказывается о рассечении моря и переходе Израиля через это море, как бы, при том, что с одной стороны море рассечено согласно прозаическому тексту рукою Моше, согласно поэтическому тексту на самом деле это происходит как бы это делает сам Бог. Бог воюет непосредственно с египтянами, это говорится в «Песне на море», Ширата-Ям, он бросает их в море, там дальше в дальнейшем говорится о том, что, собственно говоря, по его от духа, от ветра дыхания твоего, от ветра ноздрей твоих или от дыхания ноздрей твоих, по-разному можно переводить, встала вода, как стена и замерзла пучина в центре моря, в сердце моря. То есть, мы опять же видим некоторую такую перестановку акцентов, когда Моше немножко уходит в тень, а в центр выдвигается сам Бог, который воюет со своими врагами. Теперь следующий текст, который я хочу вам представить, это текст из четвертой главы книги дворин, в котором непосредственным образом сравнивается исход из Египта с сотворением мира. Каким образом сравнивается? Говорится здесь о том, что со времен сотворения мира не было события равновеликого исходу из Египта. То есть, эти два события равновелики. Причем подчеркивается, что исход из Египта в каком-то смысле доказывает всемогущество Бога. Ибо нет такого Бога, который бы пришел на чужую территорию и забрал бы народ из среды другого народа, пользуясь при этом всевозможными знаниями и воюя. Бог выступает как воитель. Кстати, в той же песне на море он называется Ишмилхама воитель. Понятно, что и рассказ о сотворении мира в известном смысле представляет нам всемогущество Бога, сотворяющего этот мир, но этого недостаточно. И здесь мы переходим к смычке между этими текстами. Здесь я привожу сразу несколько текстов, на которые я прошу обратить ваше внимание, которые проливают некоторый новый свет на представление Танаха о том, как был сотворен мир. Один из этих текстов здесь это из книги Ишаяу 51 глава, где говорится так, воспрянь, воспрянь, оденься силой мышца Всевышнего, мышца Господня, так, как это было в дни древности, когда ты, ведь, разбила Рагава, убила Танина, разрушила или, если угодно, высушила море, воды Пучины Великой, с тем, чтобы проложить путь спасенный. В этом же духе высказывается текст в 74-м псалме в книге Таилина. Илухим Малки Микедем издревле Бог Мой Царь, который творил чудеса среди земли. Что же это за чудеса? Атафорартово с Хаям ты разрушил силою своей моря, разбил головы Танинов на воде, ты расколотил голову Левиатану. Дальше повествуется о сотворении мира. Тебе день, тебе и ночь, ты приготовил светило и солнце, ты установил все границы земли, лето и зиму ты создал. И третий текст, который говорит в этом же духе, высказывается в этом же духе и прославляет мощь Бога, который, как тут говорится, властвует над силой моря и уничтожает Рагава, Рагав уже упоминался и в 51 главе книги Шаягу, силою своей или силой мышцы своей рассеял своих врагов. Тебе принадлежит небеса, тебе принадлежит земля, ты создал мир и все, что в нем. Мы замечаем, что в этих текстах, в отличие от того, что мы читаем в Торе, есть непосредственное соприкосновение мотива войны и мотива сотворения мира. В принципе, этот мотив хорошо засвидетельствован. Если мы обратимся к окружающим еврейскую культуру, языческим культурам, то мы обнаружим, что в большинстве из них, когда речь идет о мифе сотворения мира, всегда более или менее придерживаются при этом одной и той же структуры эти рассказы, эти мифы. Сначала повествуют о рождении богов, потом о войне между богами и по следам победы, как правило, молодого поколения богов создается мир. Наиболее такой близкий к Торе текст, написанный на эту тему, это вавилонский эпос о сотворении мира Энума Элиш, когда наверху, в тот день, когда наверху, который именно так это представляет, и более того, поскольку это вавилонский эпос, то есть семитский, то в нем есть много сходных черт с тем, что упоминается Евтория, в частности, тегом, как существо одушевленное, пучина моря, это богиня соленых вод в этом тексте на аккадском языке, называемое словом тямат, это слово однокоренное с ивридским тегом. Таким образом, получается, что в некоторых текстах Танаха, который, так сказать, не находится в рекламном окне, они не находятся в Торе. Тора умалчивает о мотиве войны бога с врагами, поскольку этот мотив создает некоторую проблему. Всемогущий бог, творящий мир, казалось бы, не нуждается при этом в победе над врагами, но, однако, в текстах, которые находятся, так сказать, на периферии, этот мотив возрождается. Правда, Танах тщательно избавляется от другого мотива, а мотива о рождении бога, этого он не приемнет ни в какой степени, но мотив войны появляется, бог, творец воюет с теми же персонажами, с морем, с пучиной и с чудовищными его обитателями, среди которых упоминается Танин, Левиатан, Рагар, персонажи, известные, по крайней мере, отчасти из месопотамской, а также угорицкой мифологии. Таким образом, еще раз повторяю, война и сотворение связаны непосредственным образом. Мир творится после того, как Бог одерживает победу над морем в более мягком варианте. Например, в книге Ермияу говорится о сотворении мира после того, как Бог поставил море у границы. В рассказе о сотворении в книге Берешит говорится просто, что Бог словом своим заставил воду сдвинуться так, чтобы образовалась суша. Но все это отражает древние мифические представления о этой войне. Теперь отсюда мы снова переходим к Египту. Посмотрите, что пишут еще псалмы об исходе из Египта. Псалом 106 истории говорится о том, что наши отцы в Египте не поняли твоих чудес и восстали против тебя. Восстали против тебя, когда находились на Тростниковом море. Не очень понятно, что конкретно здесь имеется в виду. Ваимру Альям Беямсуф Тора не так рассказывает об этом. Тора говорит о неповиновении уже после этого события, во время хождения по пустыне. Но дальше говорится в псалме, что он их спас ради своего имени. И что же мы здесь встречаем? Вейгар Беямсуф Вейхерар Вейолихем Бадгумот Камидбар Вейошем Мия Цоне Поразительно, что используются практически те же выражения, которые используются в других текстах для обозначения победы над морем перед сотворением мира. Любопытно, что вот это слово Гаар имеет абсолютную параллель в угорицком эпосе, где имейте в виду, что Лигуор это не просто как в современном еврите прикрикнуть или порицать. Лигуор это как сказать своим окриком заставить подчиниться. Крик, который повергает наземь. Гаркнул. Ну, можно и так сказать, да. Теперь заметьте, что в следующем псалме, который я вам представляю, псалом 114, который входит в наш Алель, говорится о том, что когда Израиль выходил из Египта, то что произошло с морем? Мы сейчас не будем говорить про Ярдан, дойдем до этого, когда дойдем до книги Иошуа, но море увидело и побежало. Конечно, можно все воспринимать как некую метафору, но в общем-то море, которое убегает, это образ побежденного, поверженного моря в тот момент, когда сотворяется мир. И сам псалом на это намекает напрямую, потому что это происходит по-разному можно переводить слово есть те, которые переводят это плеши земля или дрожи земля, земля дрожит перед Богом, но есть и те, которые считают комментаторы, что это так же точно как Йошви по отношению к Богу в другом псалме, непосредственно ему предшествующим. И это эпитет, относящийся к Богу, перед Господином сотворившим землю, потому что глагол хуль или лехолель в другой породе, в другом бедняне обозначает сотворять. Значит, побег моря связан опять же с сотворением мира. И, наконец, 136-й псалом, так называемый большой халель, который напрямую тоже соединяет два этих события сотворение мира и исход из Египта. Сначала он прославляет Бога за сотворение мира, как он создает небеса, землю, светило и так далее. И тут же как бы сразу же без всякого перехода мы оказываемся в истории исхода из Египта. И вывел Израиль побивший Египет египетских первенцев и вывезший Израиль из Египта. Как и книга Дворим, так и этот наш текст соединяет непосредственно эти два мотива. Теперь подведем некоторые итоги. Что я, в сущности говоря, хотел бы здесь сказать? Я хотел бы сказать, что Тора перерабатывает известный мотив о войне Бога с врагами перед сотворением мира. Но она его перерабатывая, переносит, интерполирует на историю человеческую. Отныне в Торе Бог воюет не с какими-то мифическими чудовищами, чудовищными обитателями моря, а он воюет с египтянами, с народом, который посмел противопоставить себя его воле. Мой сын первенец Израиль, говорится в книге Шмот, если ты не отпустишь моего сына первенца, я убью твоего сына первенца, так говорится в четвертой главе книги Шмот. И таким образом перед нами предстает миф в другом виде, в виде, так сказать, историческом. Это то, что я называю историзацией мифа. Миф о сотворении мира превращается в исторический миф. Надо сказать, что это не единственный случай. Мы видим, что и об этом еще в свое время будем, я надеюсь, говорить, но и история с Амолеком, например, и с некоторыми другими народами. прослеживается одна и та же тенденция. Врагами Бога становятся те или иные народы, которые противопоставляют себя Израилю. То есть Бог как патрон, как защитник, как спаситель Израиля воспринимает народы, воюющие с ним, как своих врагов. Это не значит, что исходный миф, миф, повествующий о сотворении мира, полностью исчезает. Он не исчезает. Например, есть такой стих в 27 главе книги Ишаяу, который говорит о том, что в конце времен Бог своим мечом, сильным мечом поразит змея убегающего из змея извивающегося и убьет Танина, который в море. Тора пытается как бы сказать убрать следы этого мифа. В момент сотворения мира никто не противостоял воле Бога. Дхом это просто некоторая пассивная стихия морской причины. Танины тоже упоминаются. Упоминаются, конечно, неспроста. В пятый день сотворения это единственные живые существа, о которых говорится, что они были сотворены не как вид, а как конкретное. По поводу всех остальных говорится, что, скажем, звери были сотворены по виду своему, рыбы были сотворены по виду своему и так далее. Только вот конкретно упоминаются Танины. Зачем? Видимо, для того, чтобы сказать, на это обратили внимание многие комментаторы, что Танины это не какие-то мифические существа, с которыми Богу приходилось когда бы не было воевать, а это такие же точно животные, которые были им сотворены. Но вся эта энергия и весь этот пафос войны и борьбы переносится на историю. И таким образом история об исходе из Египта становится своего рода ремейком рассказа о сотворении мира. Соответственно, здесь я подхожу и к вопросу, который Эмиль задавал. Мне представляется достаточно бесплодным занятием искать в рассказе об исходе из Египта конкретные исторические реалии и попытаться что называется снять какую-то легендарную легендарное покрытие, чтобы обнажить реальное историческое ядро. Было ли оно или не было, повторяю, мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть на сегодняшний день. Мы остаемся во власти довольно спекулятивных гипотез. Но в рамках текста, которым мы занимаемся, в рамках библейского этоса, это текст, это нарратив, который является новым этапом или как бы новым обличием рассказа о сотворении мира, который уже переносится в человеческую историю. И таким образом Тора и Танах в целом стремятся действительно превратить Бога Израиля в Бога исторического, Бога из Бога мифологического, Бога циркулирующего, скажем, умирающего и воскресающего Бога, который появляется в очень многих мифах, как месопотанских, так и древнеегипетских, превратить его в Бога исторического, который действует на человеческой исторической сцене. Для этого используется рассказ о сотворении мира. Я здесь поставлю некоторую точку, у меня есть еще одно коротенькое очень утверждение, но перед этим, если есть какие-то вопросы и замечания, то я готов словосы их выслушать. Я просто довершу то, что я сказал. Эмиль, секунду, я тихо изменяюсь, но все-таки как бы паритетность, правильно? Вы мешаете очень, тем, что вы вмешиваетесь, вы только перебиваете, вы даете сказать, потом не скажут. Эмиль, секунду, Эмиль, я понял, у вас есть концепция. Сабаба? Да не концепция, у меня конкретный вопрос. Вы занимаете время, которое вы занимаетесь Секунду, секунду, секунду. Ну, что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что все участники имеют право задавать вопросы. Да, мы уже слышали про этот коммунизм. Дайте сказать, что я могу сказать. Секунду, секунду, не надо спорить. Вы отнимаете время, если у людей не будет вопросов. Вот вы отнимаете время. Вот и все. Это очень просто. если у кого-то есть вопросы, сейчас самое время их спросить, потому что, как вы видите, есть такие замечательные люди, как Эмиль, я это говорю без всякого цинизма, которые хотят тоже задавать вопросы. Пожалуйста, сейчас время задать вопросы, поговорить с лектором. вопросов. Миша. После Эмиля. Хорошо. Я готов после Эмиля. Хорошо. Давайте кто-нибудь все-таки начнет. Я не буду устанавливать иерархию. Давайте кто-нибудь начнет и задаст вопросы. Кто-нибудь начните все-таки. Ну, что вы решили, я не знаю. Секунду, давайте будем делать так. Каждый, кто хочет задать вопрос, как в детском саду. Нажмите на, у вас есть иконка поднять руку. Все. В порядке поднимания руки люди будут получать доступ к Гришу. Я вижу Григорий Меламедов. Гриш, пожалуйста, все. Это нормальный способ, вполне демократический. Да, спасибо. Вопрос вот какой. Не странно ли, что не сохранилось каких-то фольклорных свидетельств но прежде всего еврейских о таких серьезных событиях, как действительно выход из Египта, ну и практически сразу после этого встреча со Всевышним у горы Синай. Или же просто фольклор так долго не живет. Смотрите, Григорий, вопрос, что подразумеваете под фольклором, потому что кое-кто мог бы вам сказать, что то, что Тора представляет собой, содержит в себе как некоторый источник народной традиции. В конце концов, что такое фольклор, это народное творчество. Значит, что мы имеем? Мы имеем то, что есть в Торе, и мы имеем последствия внутриеврейской литературы. То, ту рефлексию на эту тему, которая содержится в более поздней литературе, будь то литература внутри Танаха, будь то литература вне Танаха в эпоху Второго Храма, будь то литература Хазаль, как бы они это обсуждают. Ничего другого у нас действительно нет. Странно это или не странно, это то, что до нас дошло, другой литературы еврейской у нас нет. Что касается литературы других народов, то, повторяю, реальное упоминание об исходе из Египта как о некоем событии появляется, упоминается лишь после того, как Тора была переведена на греческий язык, и эта история стала известна другим авторам, которые ее упоминают, иногда с симпатией, иногда с крайней антипатией, будь то греческие авторы, будь то египетские авторы, будь то римские авторы, кто-то обвиняет евреев в подлоге, кто-то достаточно благосклонно к этому относится, все, что относится к древней эпохе, то есть к эпохе, к которой предположительно мог происходить исход, мы не имеем никаких упоминаний об этом, какой бы то ни было литературы, это все, что я могу сказать, а что касается фольклора, если угодно, в чем-то фольклорные мотивы есть в самой Торе, да, следующий вопрос, Александр Львович, пожалуйста, пожалуйста, мы вас слушаем, спасибо, первое, большое спасибо за рассказ, за исследование, я этим вопросом долго тоже занимался, потому что меня это очень сильно напрягает, первое, сначала на мельницу того, что нет ничего, я пытался найти фараона имя или упоминание хотя бы через имя его дочки, вот вы очень точно заметили, куча есть имен египетских, а батья дочка бога, да, и в нашей книге вообще написано, бития, 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 да, бития, но она появляется только в и позже в источниках, которые пытались что-то делать, не, еврейские, бития, почему-то, написано, не важно, но ни один источник, ни на английском, на французском, на русском и на еврите не мог по этому критерию найти имя фараона, максимум, что пишут дочь неизвестного фараона, это вот належит из того, что это меня очень сильно смутило, и я понял, что это рассказ совсем другого плана, он не о выходе из Египта, он вообще Египет здесь, это, как сказать, это духовное понятие, так же, как и выход, я думаю, это весь духовное понятие, так же, как море, это духовное понятие, и после многих лет, можно сказать, десятилетия исследований, я понял, что Тарум вообще читать как, нету смысла, потому что основное сосредоточено в выходе из Египта, как вы сказали, а он весь, ну, как сказать, эзотерически, ну, не относится он к материалу, это первая часть, если вы, если что-то возразите, я... Я сразу же отреагирую с вашего разрешения, только, Натан, имею в виду, что есть какой-то отзвук, не знаю уж от чего, значит, смотрите, не вы первые, кто пытается так интерпретировать эту историю, равно как и многие другие в Танахе, и в еврейской, и в христианской традиции были попытки аллегорического, духовного истолкования, мистического истолкования тех или иных текстов, это вполне легитимная трактовка, только я хочу подчеркнуть, что она отнюдь не единственная, то, что я предлагал, это не это, я не предлагал понимать это как какие-то духовные категории, я предлагал оперировать все-таки понятием мифа и его историзацией, вот поэтому это как интерпретация может существовать, но лишь одна из, окей, вы хотели еще что-то сказать? Тебя не слышно, Атан? Алло, меня слышно, если? То, что я хотел сказать второе, я вам благодарен за ответ, согласен с вами полностью, второе, меня все время, в какой бы ешиве я не пытался учиться, говорили, что иудаизм от философии отличается тем, что у нас передача идет по традиции, мы вот знаем, что нам сказали, мы делаем следующее, мы и так живем, и так мы сохранились. Теперь я спрашиваю, кого угодно, расскажите мне какую-нибудь традицию об исходе из Египта, от чья дочь, кто такая, батя, максимум, что мне сказали, что это гильгульхавы, это вот второе, что меня вообще убивает в понятии того, что мы не философия, не мировоззрение еврейское, а мы это живая традиция. Ну, я над этим как, ну, могу я в это поверить и жить так, а могу и не жить, потому что нету никаких рациональных подтверждений, что что-нибудь передали, и на эту же лестницу третий камень. Единственное, что у нас упоминается в книгах, что в древности, я не помню, как царя звали, нашли, убирая подвалы храма, нашли свиток. Это была пятая книга, одна, а все остальные в лучшем случае появились после Вавилона. Окей, Александр, дело в том, что вы сказали очень много разных вещей, и на все это вместе, я, конечно, для этого понадобилось бы отдельный урок провести, чтобы об этом говорить. Я бы не хотел сейчас затрагивать вопросы касательно философии и взаимоотношения философии, тоже термин неоднозначный, и того, что мы наблюдаем в еврейских книгах, по крайней мере, до Саади и Гаона. Это совершенно разные жанры литературные, с совершенно разными целями, совершенно разными взглядами. Что касается традиции, традиция как таковая базируется на представлении о том, что мы не доказываем, что бы то ни было, а принимаем на веру то, что нам рассказывают. В этом на самом деле заключается суть традиционной передачи. Нам не то, чтобы представляют какие-то доказательства. Когда Иуда Оливий в своей книге Кузари сказал, что можно доказать стояние на Египте, стояние на Синае, у Синая, то что он приводит в качестве доказательства в глазах современного человека. Это, конечно, не выглядит как доказательство. Он говорит, что у нас есть традиция, которая передавалась из поколения в поколение, что мы тогда стояли на Синае. И это есть доказательство. Понятно, что это доказательство нерациональное и не основанное на какой бы то ни было логике, не доказательство эмпирическое. Это традиция. Теперь, что касается последнего, что вы сказали, имеется в виду царь дворим, и тогда вроде как происходит некоторое начало канонизации этой книги. У канонизации остальных книг мы слышим лишь во времена Эзри и Нехемии в V веке до Новой эры, то есть двумя стараться ими позже. Это уже другой вопрос. Сейчас я бы в него не хотел входить, потому что это совсем другое дело. Да, еще кто-то хотел чего-то спросить. Миша, по-моему, ты хотел спросить? Ну, пусть ими скажут. Хорошо, пусть ими скажут. Ну, спасибо. Сделали одолжение. Вообще, я больше за настоящую демократию, не за бюрократию. То есть поднятие руки. Хорошо, не демогоги. Окей. Не надо демогоги. Не могу. Значит, то, что я хотел сказать, значит, я не знаю, насколько просматривается конкретная линия в моих вопросах, но она есть, собственно говоря, что Всевышний, как я понимаю, он не воюет со стихиями. Он не воюет ни с морем, ни с горами, ни с ветром. Он их использует. То есть он владыка. В этом смысле это не похоже на те мифы, где эти стихи изображают каких-то богов. Он борется с богами, в которые верит Египет. Это да, но показывает тем, что он как бы использует все, будучи тем, что он сотворил мир, это все в его власти. И он может раздвинуть море и сделать все, что угодно. Вот в этом связи это действительно проходит через сотворение мира. И то, что касается опять-таки исторического момента, то есть я считаю, что все это есть два момента. Есть больший реализм по сравнению с теми мифами, о которых возможно заимствовано, возможно, не знаю, или да, или нет, можно говорить. и поэтический язык, то есть когда говорится, что уничтожает Тонино и так далее, и так далее, под этим, как правило, в толкованиях приводятся разные метафоры, сравнения, аллегории, то есть Тонино это там проходило, проходило, это фараон и так далее. То есть реализм и поэзия это уже более, как бы, нам известно более поздним образованием, после мифов, после, значит, то, что и даже в Древней Греции было, то есть стоит ли поднимать вообще вопрос о связи с историей, вот я, для истории это интересно, конечно, мне кажется, да, то есть что можно здесь выявить, вот, но Тора, она настолько сама в себе полна, и в этом смысле я бы хотел затронуть еще раз тему прошлого занятия на одну секунду, вот вы сказали, что в Торе самой могут быть как бы перуши толкования, значит, поскольку я говорил о связи и традиции устной Торы и письменной Торы, и она же говорит о том, что то, что следует записывать, то записано, а то, что следует устной, а устная Тора, это устная Тора, то исходя из этого, то Тора письменная, она настолько лопидарна, настолько значима каждый элемент в ней, а все остальное остается на устную Тору, поэтому мне кажется, что это нелогично искать, значит, толкования, записанные в Торе, если она не случайное образование, конечно, целенаправленное, вот, и что то, что это действительно все эти истории, связанные с, значит, женами и так далее, которых мы говорили в прошлый раз, то, что они системные, это совершенно абсолютно точно, да, то есть это не случайные вещи, мы их сравниваем, мы находим, мы находим в них какой-то, их мы толкуем, но не Тора толкует внутри себя одно через другое, вот, то есть это каждый, хорошо, Эмиль, я понял вашу мысль, я с этого разрешения отвечу все-таки, значит, поскольку вы затронули сразу несколько тем, я постараюсь кратко на них отреагировать, значит, первое, что касается исхода из Египта, я все-таки убежден в том, что в основе рассказа об истории из Египта в Торе лежит действительно некоторая обработка мифа о сотворении мира, это раз, второе, я думаю, что для Торы крайне важно показать, что история исхода из Египта, ну, она как бы является своего рода монотеистической декларацией, это действительно не случайно, что в четвертой главе книги Дворим соединено вот это утверждение, что с момента соговорения мира и до исхода из Египта не было подобного события, и дальше говорится, ты узнал о том, что есть только один бог, другого нет, потому что подобно тому, как Бог победил своих врагов, достотворяя мир и утвердил тем самым свою единственную власть, это основа этого древнего мифа о сотворении, так же точно он, победив египтян на море, рассекший его, это тот отзвук мифа о сотворении, который остался в рассказе об исходе из Египта, и выведе Израиль из Египта, доказал тем самым свою способность, свою мощь, способность властвовать над всем миром, потому что, согласно языческим представлениям, как правило, у каждого бога была своя территория, и на этой территории он властвовал и там действовал, за пределами этой территории он уже не обладал, как правило, такой полнотой власти, а здесь говорится именно о том, что бог ворвался внутрь Египта, совершил казнь над египетскими богами и вывел оттуда Израиль. Так что, на мой взгляд, основа этого мифа о сотворении. Что касается предыдущего занятия, я скажу только одно предложение, что я остаюсь при своем мнении, то есть, как бы, в данном случае я с вами не согласен, я считаю, что Тора толкует сама себя, и что, да, есть такое явление, как внутренний мидраж, внутреннее толкование в Торе, это не единственный случай, мы еще будем видеть такое, через одно занятие поговорим о книге Дворин, как о мидраше, но это уже отдельный разговор. Миша, ты хотел сказать тоже после Эмиля. Я согласен с тем, что вы сказали. Эмиль, Эмиль, я дико извиняюсь, мы просто нам надо заканчивать, дико извиняюсь, вопрос, ответ, все, до следующего раза. Ну, так мы не можем, просто, у нас нет как бы диалога, правильно? У нас есть много диалогов. Вы мешаете диалогу вместо того, что вы не мешаете? я не мешаю, я вам говорю, что сейчас вопрос задает Миша Голосовский, все, Нигмара Сейпур, Слиха, ну, с вами невозможно, я мидстайер, приходится такими способами. Миша, мы тебя слушаем, ну, БМС. Смотри, значит, то, что миф о сотворении мира, и он перекликается с выходом из Египта, и два мифа перемешиваются в Таилим, это очень убедительно, а вот то, что описание исхода из Египта в книге Шмот, что это, как бы, миф, вот это выглядит не очень убедительно, это больше выглядит, как описание исторического события, потому что, что меня смущает в книге Шмот, мы вообще не очень-то и понимаем, что египтяне двухпоклонники, мы не знаем ни одного имени египетских богов. Когда евреи вышли из Египта, никаких, так сказать, не было, то, что было в Ханаане, что евреи как бы прилипились к тамошним богам, к египетским не прилипились. История на море вообще не выглядит, как сражение Всевышнего с египетскими богами. Египтянами, да, египетские боги, где-то там их почти не слышно. То есть, вот это мне странно. Это ровно то, Миша, что я и хотел сказать, что происходит некоторая переделка. Я хотел сказать, что в основе лежит представление о войне бога с божественными, полубожественными врагами, мифологическими существами, мифическими существами, которые действительно в основе, лежат в основе мифа о сотворении. А то, что происходит в книге Шмот, это историзация мифа, это перенос, интерполяция тех же самых мотивов на почву историческую. и утверждение, как бы, что бог действует в истории. Отзвуком, эхом этого мифа является сам по себе образ моря, который рассекается так же, точно, как море рассекается в мифе о войне бога, творца с морской стихией. Это как бы тот отзвук. Но меняются, так сказать, артисты. Вместо этих мифических существ появляются на сцене некий народ. Отзвуком этого мифа тоже звучит утверждение, что бог совершил казнь над египетскими богами. Но как ты совершенно справедливо замечаешь, это где-то там на периферии. А во главу угла поставлена война бога с самими египтянами, с египетскими фараонами. Врагом бога выступает человек, фараон. Это и есть то, что я называю историзацией мифа. Ну, это как анекдот про Василия Ивановича. Ну, почему анекдот про Василия Ивановича? Почему же анекдот? Который пытается воссоздать тогдашнюю действительность. Опять же, я не знаю насчет анекдотов про Василия Ивановича, но я еще раз говорю, это на мой взгляд одно из тех существенных направлений, которые мы должны иметь в виду, когда мы читаем исторические тексты Танаха. Не все, отнюдь не все, но некоторые. Вот мы вести разговор, например, про взятие Ерехов в книге Иошоу, мы тоже убедимся. Там другая, правда, тактика, там демифологизация, там как бы антимиф рассказывается, но тем не менее такое направление нарратива существует. Оно вполне серьезное. То, что Танах использует при изложении событий еврейской истории, те мотивы, которые существуют в языческих мифах, ни для кого не тайна, это вещь известная. И то, что я пытался сегодня сказать, это, что рассказ о бесходе из Египта гораздо более плодотворно, на мой взгляд, рассматривать именно в этом ракурсе, чем искать, чем пытаться реконструировать реальный исход, каким бы он ни был, и мы еще затронем эту тему в дальнейшем, просто потому, что, по крайней мере, на сегодняшний день это ни к чему не приводит. Спекуляции, гипотезы остаются спекуляциями и гипотезами, и более того. Есть. Окей. Александр Милович, я вижу вашу руку, одну секунду. Кто-то из тех, кто еще не задавал вопросы, сейчас, секундочку, только у вас эхо, пожалуйста, выключите микрофон. Те, кто еще не задавал вопросы, кто-то желает спросить вопрос, задать вопрос? Окей. Александр Львович, мы вас слушаем. Пожалуйста, короткий вопрос, потому что мы приближаемся к концу нашего занятия. Смеха. Включите, пожалуйста, микрофон. Да. Алло. Да, мы вас слушаем. У меня две тонкости. Во-первых, Моше, который нас вывел якобы из Египта, он до 18 лет воспитывался при царском дворе. Так традиции наши, по крайней мере, утверждает. То есть у него было знание философии и мировоззрения Египта. Окей. Кроме того, египтяне были монотеистами, это доказано исторически, и более того, есть документ, по-моему, 20-й династии, если я не ошибаюсь, о восьмерице. То есть они подходят к тому, как происходило творение, очень похоже на то, что у нас там 10-ю сферотами, 9-ю вернее. Творение у них так похоже. То есть это монотеистическое и есть у них. И Маше, зная это, пишет свою книгу хотя бы второзаконие уже, может, и остальные правда тоже, не знаю, но вот это написано. Более того, если вы брешит, прочтете, зная название божеств египетских, то вы увидите, что в них они прям записаны буквально в первой строчке. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо за что я могу на это сказать. Что касается монотеизма в Египте, это был краткий исторический эпизод во времена правления фараона Ихнатона, он же Аминхотеп IV в XIV веке до Новой эры. Это долго до предполагаемой возможной даты исхода за несколько столетий. Это был очень краткий эпизод, поскольку сразу же после смерти фараона Ихнатона его монотеистические реформы были свернуты то ли по некоторым мнениям его сыном, по другим мнениям его зятем Тутанхамоном. Действительно то, что он делал отчасти напоминает библейский монотеизм, хотя и не во всем в этом в следующий раз будем говорить. В частности у него не было идеи о том, что у Бога нет образа. Всю остальную историю древнего Египта никакого монотеизма в древнем Египте не было, благополучно существовал полиэтеизм до Эхнатона и после Эхнатона. То есть эта история на несколько десятков лет. Что касается Моше, в следующий раз мы начнем буквально несколько слов скажем о его рождении. Сам по себе этот рассказ о его рождении, его воспитании во дворце фараона о некотором пробуждении национального сознания. Что значит мы знаем? Мы знаем, мы не знаем. Все, что мы знаем, это то, что нам рассказывает Тора. В какой мере мы можем воспринимать это как исторический рассказ? Это вопрос подхода. Что он знал, какую философию, с чем он был знаком? Во-первых, реальный Моше, во-вторых, тот Моше, который изображается в Торе. Это все опять же достаточно спекулятивной материи. О чем же мы стоим? Фрейд в свое время написал книгу о Моисее, о Моше, утверждая, что Моше был египетским принцем и заикался он, потому что не знал Врита. В этом смысле заикался. Но это все опять же некоторые довольно вольные интерпретации, которые позволяют интерпретатору делать с текстом все, что он захочет. Что значит, на чем мы стоим? Кто стоит? Если мы говорим... Евреи, вы сказали, упомянули философа, но он 9 век с этой эры. Кто? Ну, это Ибн... Саадия Гаон, это 10 век. Ну, неважно. 10 век, извините, но это 10 век. Это гораздо более позднее время. Что значит, на чем мы стоим? Мы стоим, мы стоим, если мы говорим о себе, как верующие люди, то мы стоим на нашей вере. На нашей вере. Вера... Во что? Во что? Вера в... То, что есть один Бог, это, знаешь, все люди, не надо в это верить, это доказано. Александр Львович, сейчас, секундочку, Дим, Дим, секунду, секунду, Александр Львович, секундочку. Я хочу сделать некоторое, как бы, общее замечание, что мы повторяем, опять на те же грабли наступаем. Дима, как бы, уточнили, поправьтесь, я скажу что-то не то. Смотрите, наш курс называется, я просто смотрю, да, историография в Танахе, между мифом и историей Медрошов. Доктор Капелевич, у него есть своя модель. Он ее представляет. Наше занятие здесь, это не круглый стол, когда есть одна концепция против другой концепции. Мы не собираемся для того, чтобы понять концепцию доктора Капелевича, да, услышать факты, которые он излагает, и получить... Услышал, согласен. Поэтому, понимаете, мы будем все время наступать на те же самые грабли, когда мы будем опять... Больше не буду. Услышал, я понял. Нет, я не... Смотрите, я никого не обижаю, это легитимно. Может быть, нам стоит потом... Нормально, он просто сам сказал, у кого есть мнение, я и вопрос. Я понял. Нет у меня мнения. Все, закрыли тему. Спасибо, доктор. Секундочку. Вы очень помогли мне понять. Ну, секунду. Я в двух словах отвечу. Что касается того, что доказано, что Бог один, это не доказано, это предмет веры. Опять же, вера во что? Вера в исход из Египта, вера в стояние на горе Синаи, вера в божественное дарование Торы. Это вещи неверифицированные и не нуждающиеся ни в каких доказательствах для человека верующего. Человек верующий их принимает как таковые, как раз, исходя из традиций. Теперь мы здесь не совсем этим занимаемся. У нас не теологический разговор. Мы занимаемся другим. Как правильно Анатон сказал, тема курса немножко другая. Теперь я с одной стороны рассматриваю тексты с точки зрения возможных вопросов об их историчности. А кроме того, я пытаюсь понять их природу, природу текста. Это то, что для меня интересно. Что этот текст нам передает? Я как бы с ним беседую, с этим текстом. Теперь на этом мы тоже стоим, потому что испокон веков еврейская традиция, это я уже говорил, основывалась на том, что главным и центральным ее действием было истолкование текста. Центральный вопрос еврейской традиции «ма перуш хадавар». Как это истолковать? И это никак, на мой взгляд, не должно мешать, мне, по крайней мере, нисколько не мешает, как человеку верующему, продолжать верить и принимать то, что мне предоставляет еврейская традиция. Это может быть воспринято как определенный парадокс, может и нет, это каждый может судить по-своему, но во всяком случае на этом мы тоже стоим. Окей. Я предлагаю, если нет, то, во-первых, все, кто хотел еще продолжить разговор, например, Эмиль, и не получил возможность, я извиняюсь. Но, опять же, у нас есть рамки, мы не можем как бы из них выходить. Учтите, пожалуйста, вот то замечание, которое я сделал, да, по отношению к тому, что мы обсуждаем и что мы слушаем. Может быть, что имеет смысл, то есть наверняка имеет смысл продолжит наше обсуждение в рамках чата, есть группа современной грейской философии и так дальше. Кроме того, может быть, надо через сколько-то занятий может быть, имеет смысл сделать круглый стол, который будет обсуждать вопросы веры, вопросы подходов и так дальше. Это очень хорошая идея. Да, это будет способствовать как бы не тому, что мы просто как ученики сидим, слушаем и как бы поднимаем руки, задаем те вопросы, которые мы хотим, а может быть, сделать такой круглый стол, когда каждый участник, он сможет задать вопрос, который наболел у него и который не в русле того, не прямо по теме того, что мы обсуждаем, но очень связан с общими обсуждениями. В общем, может быть, что имеет смысл это сделать. Но в рамках тех занятий, которые происходят сейчас, у нас есть определенные как бы параметры. Окей? Хорошо? Да, Миша, пожалуйста, про Чапаева, ты не досказал. Нет, не про Чапаева. У кого еще есть миф? У англичан есть миф про короля Артура. Мифов много, а был он в реальности или нет, непонятно. Зато у французов есть миф песни о Роланде, про Роланда. Там он, судя по всему, в истории был и в мифе был. В мифе он успешно он воевал с маврами, то есть арабами, и погиб от их руки. А в истории это были не мавры, а баски. То есть, в общем, получается, что был миф, была историческая подоплека, но миф ее сильно переделывает. То есть, может, у нас так же. Может быть, может быть. Единственное, что я еще раз повторяю, что в случае исхода из Египта трудно что-либо с чем-то сравнивать. В случае с Роландом у нас больше материала, а здесь меньше. Но тоже кое-какое есть. В случае с Королем Артуром точно такая же ситуация. В чем-то да. Но опять же, это уже вопрос подхода. Окей. Я предлагаю на этом сегодня остановиться. Я предлагаю также всем подумать и написать в известной вам форме либо по мейлу и в WhatsApp, либо в Телеграме, какие вы предлагаете вопросы кардинальные для возможного обсуждения за круглым столом. Вот это, может быть, будет интересный такой брек, который мы можем делать внутри этого курса. Хорошо? Окей? Всем спасибо за участие. Всем спасибо. Спасибо огромное. Было интересно. Видишь, народ оживленно участвует и вообще говорит. Спасибо большое всем. Окей. Спасибо большое. Хорошо. Всем счастливо и пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok